Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу, как вязать вот такой очень интересный, необычный и простой ажурный узор. Для провязывания этого узора делаем разбор игл. Центральная игла находится в переднем нерабочем положении. Вокруг нее по две иглы в заднем нерабочем положении. Для того, чтобы так сделать, мы с одной иглы пересаживаем петлю на центральную, со второй на второй блок. Второй блок состоит из трех петель в рабочем положении. Потом опять две в заднем нерабочем, одна в переднем. Две в заднем, три в рабочем. Две в заднем, одна в переднем. Вот таким вот образом мы с вами распределяем наши иглы. Если делать по одной игле в заднем нерабочем положении, рисунок получится немножко попроще, будет менее объемным. Ставьте рычаги частичного вязания в включенное положение, то есть на единичку, и провязывайте то количество рядов, которые может провязать ваша машинка. 5-6 рядов моя машина провяжет. Есть машины, которые могут провязать очень мало накидов, вяжите столько, сколько может ваша машина. Оттяжка полотна должна быть достаточной, иначе полотно от накидов будет подниматься, и каретка будет заблокирована. Провязываю 5 рядов. Можно провязывать 6, но при этом некоторые петли уже просто спадают с игл. Поэтому провязываю 5 рядов, ставлю в среднее рабочее положение иглы из переднего. Можно просто отключить рычаги частичного вязания, но тогда их постоянно придется включать-выключать, можно это забыть, сделать, и придется перевязывать ряд. Один ряд. И теперь я делаю разбор игл на другой блок. То есть, поскольку у меня все рисунки идут в шахматном порядке, мне нужно одну иглу превратить в блок из трех. Я выделяю среднюю иглу из трех рабочих. Вот они. И раздвигаю узор таким вот образом. Где была одна игла, становится три. Где было три, становится одна. Очень просто. Поддерживайте полотно, чтобы оно не слетело с иголок. Сразу проверяйте. Все иглы в заднем положении, ставим в заднее положение. По одной игле выставляю в переднее положение. Это тот порядок, который мы с вами начинали рассмотрение раппорта данного узора. И те же пять рядов. Ставлю иглы из переднего положения в среднее рабочее. Один сглаживающий ряд. И меняю положение игл. Там, где было три иглы, становится одна. Там, где была одна, становится три. Одиночные иглы сразу ставьте в переднее положение. Проверяйте, что иглы в заднем положении стоят в заднем положении и не встанут в работу. И провязываете пять рядов. И так далее. Один ряд. И меняем разбор игл. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стримительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok